Добрый день. Сегодня я в своем докладе расскажу об опыте интеграции наших решений на базе торговой системы Westrade Fusion и аналитических систем на базе платформы PickView от компании A2 Consulting. За последние два года мы выполнили несколько крупных, достаточно совместных проектов. В частности, это крупные торговые сети для Беларуси, ГИПа, Витальюр, Соседи и другие. Торговая система Westrade Fusion в этих проектах, естественно, выполняет свою роль фундамента. В ней поддерживаются базовые бизнес-процессы управления торговыми предприятиями. То есть предприятиям это такие задачи, как бэк-офисные функции, управление запасами, если точнее, то отношение с поставщиками, договора, ассортименты поставщиков, закупочные цены, графики поставок и так далее, управление ассортиментом магазинов, сам процесс закупки товаров, заказы, автозаказы и так далее, управление ценами, закупочными и так далее. Ну и другие функции. История развития нашего продукта такова. Значит, еще в далеком 89-м году начиналась разработка торговой системы «Ветрость». Значит, в нулевые годы была разработана торговая система Westrade. Это Visual Fox Pro, SQL Server и Office. И вот то, о чем мы сегодня говорим. Торговая система Westrade Fusion. Я кратко расскажу о ее конкурентных преимуществах. Она начала разрабатываться в 2009 году, но разработка начиналась, собственно, с того, что мы приступили к разработке платформы, свойства ориентированной платформы LS Fusion. Это достаточно инновационный продукт, который позволяет достаточно быстро и качественно проектировать самые разные приложения. Ну и так как у нас накоплена была наиболее глубокая экспертиза в области ритейла, к 2013 году появилась торговая система Westrade Fusion. Начиная с 2014 года мы начали активно продвигать эту торговую систему на рынок. За это время относительно небольшой командой разработчиков и службы поддержки реализовано более 20 проектов. Значит, среди наших клиентов такие торговые сети, как ГИПО, Соседи, Виталюр, сеть дискаунтеров Остров Частоты, Преста. Сейчас в процессе внедрения в торговые сети известных ГОВ-маркет, ряд фэшеновских проектов, Мазакея, НЭКС, Таранова и так далее, сети фирменных магазинов, аптечный бизнес, ТИШАС и так далее. Не будем углубляться, у нас на сайте есть достаточно информации, кого это, собственно говоря, заинтересует. Вот, значит, какие же, собственно, конкурентные преимущества мы сами выделяем и что это дает, вообще говоря, для конечного продукта, совместного нашего продукта совместно с компанией 2Consulting. Ну, первое, что я хотел бы сказать, собственно, эта система, конечно, строилась на базе нашего предыдущего достаточно богатого опыта. Здесь же, естественно, мы брали лучшие идеи из конкурирующих продуктов и на платформе 1С, ну и другие те продукты, которые у нас работают на рынке, но и у нас есть, собственно, опыт автоматизации предприятий, где функцию управления выполнял САП и так далее, и так далее. Поэтому, собственно говоря, вот именно концепция, значит, именно бизнес-процесс, который мы поддержим, они хорошо учитывают и международные стандарты ведения бизнеса, но, правда, заложена такая концепция, которая, вы знаете, про особенности белорусского законодательства, то есть, например, учет в розничных ценах, там тоже финансовые документы, товарные документы, они объединены в одно понятие, в одно сущность, значит, товарно-транспортная накладная, вы знаете, что в других странах, развитых странах, это две разные сущности и так далее. Но это не влияет на удобство работы наших пользователей, поэтому мы сделали таким образом систему, что конечный пользователь у нас в Беларуси этого не чувствует. Вот, но, исходя из всего этого сказанного, да, так как для того, чтобы строить нормальные схемы для анализа информации, так как заложена, в принципе, правильная модель, значит, да, управления торговым предприятием, соответственно, и аналитической системе, да, то есть поставщикам аналитической системы намного проще и удобнее, вообще говоря, строить всевозможную отчетность, делать, то есть решать задачи стратегического, там, и планирования, и так далее, анализа. Вот, второй важный момент, который бы я хотел отметить. Значит, система спроектирована на уровне описания бизнес-логики. Классическое программирование используется только в крайних случаях, когда, например, на той же Java мы пишем тогда, когда нужно писать интеграцию с оборудованием, например, да, а вся основная логика лежит, вообще говоря, то есть написанная на языке Fusion Script, это язык нашей платформы разработки, и, собственно говоря, вот это нам дает очень большое преимущество в части кастомизации, в высокой степени кастомизации и расширяемости системы. Ну, вот, вы видели наших клиентов, да, там есть и Fashion, есть и Super, и Гипермаркет, и дискаунтеры, и аптеки, и так далее. Вот это, собственно, лучшее, наверное, подтверждение. Ну, а для аналитической системы, соответственно, мы, как бы, поставляем исходные данные для анализа, да, которые точно учитывают специфику конкретного бизнеса. Вы все прекрасно понимаете, что Fashion очень сильно по своим бизнес-процессам отличается от того же FMCG. Вот, значит, что далее? Система, ну, там на экране вы видите, что, да, полнофункциональный веб-интерфейс, само собой, то есть уведомление, система уведомления современной технологии позволяет нам систему, как бы, еще в нее включать очень много важных, не просто игрушек, что там улетело куда-то, смс или мейл, да, а действительно сигнализировать нужным специалистам о каких-то событиях, которые возникают в системе. Истекают сертификаты или в каком-то магазине сети весы не хотят принимать информацию, улетает смс к в IT-службу, а не покупатель начинает скандал в магазине, а потом это доходит через руководство в IT-службу. Вот, понятно, она разработана в классической трехзвенной архитектуре. Вот, и здесь один важный момент, вот, с точки зрения интеграции с BI-системами. У нас база данных, да, как это может показаться не странным, да, она обладает свой, она, есть у нас такое понятие динамическая физическая модель хранения данных. Как правило, классические системы разрабатываются как? То есть есть разрабатывается структура базы данных, да, даже если крупные проекты, то это отдельная группа разработчиков, кто-то отвечает за UI, и кто-то за то, что происходит в мозгах компьютера, да, значит, на ООО пишут, поддерживают логику, кто-то отвечает за разработку, значит, самой базы данных. Так вот, у нас немножко не так, да, то есть, собственно говоря, для того, чтобы понимать, что я хочу сказать дальше и насколько это важно и полезно, и практика это подтвердила, да, значит, во-первых, начнем с того, что есть данные, да, данные мы делим на две группы, ну, не только мы, они вообще по определению делятся. Есть первичные данные, это данные, которые попадают в систему, собственно, когда их вводит туда пользователь, или они импортированы из внешней системы. И есть агрегированные данные, да, то есть это данные, которые по какому-то алгоритму высчитываются, исходя из вот этих первичных данных, как правило. Вот, далее. Сами агрегированные данные, они, мы делим их у себя, значит, на уровне платформы, мы их делим на две большие группы. Собственно говоря, те данные, которые записываются на внешний носитель, да, и те данные, которые рассчитываются в процессе работы, да, нехранимы, они всегда высчитываются. И вот в этом месте, да, вот при проектировании систем самое опасное место, да, где можно ошибиться на стадии проектирования. И многие слышат и знают, когда работает торговая или любая другая система, она начинает тормозить, там, начинается покупка серверов и так далее и тому подобное. И это все равно не спасает. Так вот, у нас есть еще одна дополнительная степень свобода в части повышения производительности работы системы, да. То есть мы можем хранимые данные, например, точнее вычисляемые данные перевести в разряд хранимых. Ну, например, остаток товара по складу, да. Значит, если бы моя система, например, считала, там, вот этот остаток, да, и зная, что у меня товародвижение будет, там, тысяча, две-три тысячи записей, да, то есть вполне допустимо, кстати, рассчитывать остаток путем вычислений. Но понятно, если речь идет об автоматизации гипермаркета, это сразу кризис, тупик. Так вот, есть такие, это слишком явный такой случай, да, но есть такие вещи, есть свойства, есть данные, которые трудно угадать изначально, их считать или записывать, хранить. Так вот, мы в процессе эксплуатации системы эти данные можем, вообще говоря, то держать на диске, то вычислять. Но из этого следует одно неприятное следствие. А как же быть аналитической системе, которая берет у нас данные? Так вот, ну, вот, когда мы, значит, когда мы делаем совместные проекты с компанией 2-консалтинг, у нас есть договоренность, что мы, вот, агрегированные данные, которые нам самим нужны для оперативных, там, всяких подсказок и так далее, значит, планировщик ночью их преподсчитывает, да, они нам сами нужны, вот, я потом чуть позже покажу, там, образцы наших интерфейсов, да, для принятия каких-то оперативных решений. Вот, и эти данные передаются тут же в ClickView. И это очень важно, потому что таким образом мы решаем проблему рассинхронно данных, первичных данных в нашей торговой системе и в анализе. Вы, не вам рассказывать, руководство очень недовольно, когда оно видит какие-то некорректные данные, да, то есть смотришь торговую систему там один, ну, я образно говоря, остаток, а в этом самом другой. Вот, вот это на этом моменте я, как бы, тоже хотел бы заострить внимание. Ну, трехзвенная архитектура, вот наше предыдущее приложение, это распределенная база данных, и мы и раньше сотрудничали с компанией 2Consulting, им приходилось данные брать. Вот брать, если сеть соседей, я знаю, здесь их представители есть, да, вот, приходилось с каждого магазина, с каждого бэка забирать данные, так, вот. И, естественно, не всегда целостность обеспечилась данных. Почему не из хэда? Потому что мы избегали лишнего звена. Внутри эластрейда там что-то переливается, потом заливается, потом брали. Ну, это был способ борьбы за наиболее свежие, актуальные данные, да, значит. То во Fusion этой проблемы, естественно, нет. Ну, говорю банальные вещи, это классическая трехзвенная архитектура, центральная база данных. Здесь уже обеспечена, гарантирована целостность данных, и проще и быстрее их от нас забирать. Вот, значит, что дальше? Ну, бесплатная Java-технология, это само собой, значит, не будем на этом останавливаться. Система кроссплатформена тоже. Ну, как правило, клиентам ставим операционную систему Linux на серверах. Ну, есть исключения, то есть вот в национальной библиотеке потребовали, там стоит Windows. Ну, ради бога, если у вас официально она приобретена и так далее, и там IT-служба ее любит и поддерживает, не вопрос. Ну, во всех наших крупных проектах Linux. В качестве СУБД используем PostgreSQL. Платформа поддерживает вообще на кроссплатформе, значит, MS SQL, Oracle. Некоторые клиенты от нас требовали показать бизнес-логику под Microsoft SQL сервером. К счастью, нам хватает ресурсов, возможностей СУБД PostgreSQL, чтобы решать достаточно серьезные, ну, вы видели, проекты, гиповиталюры и так далее. А там мы храним у себя в базе данных даже контрольную ленту за весь период времени, без всяких там обрезаний информации и так далее. Интегрируемость. Ну, собственно, мы об этом сегодня и говорим. Интеграция с BI, да, но помимо интеграции с BI, торговая система должна уметь дружить с разными фронтальными решениями. В частности, у нас поддерживаются, ну, практически все известные, наиболее крупные фронтальные решения. Если брать ГИПа, там, соседи и так далее, это ВКМ-4, Витальюр это СЭД, Престон это Астрон, острова частоты Артикс. Есть собственные фронтальные решения, но, собственно, это не тема сегодняшнего разговора. Ну, и понятно, что, естественно, надо уметь дружить и с БМС-системами, которые встречаются в том же ГИПа, например, на Росприцентре. Значит, и системы управления, например, там, полочным пространством, Spaceman опять же, в том же ГИПа мы интегрировали. Ну, и, естественно, должны поддерживаться стандартные форматы данных. Ну, безопасность. Это протоколирование, очень важный инструмент, да, настраиваемый. И права доступа. Здесь, как бы, заложена очень удачная модель, которая позволяет администратору и самому распределять даже внутри роли доступ к функциям и данным. Ну, как следствие, вообще говоря, высокая степень, то есть стоимость владения из всего того, что я сказал, как вы понимаете, будет ниже, чем у других за счет бесплатности технологий, превзвенной архитектуры и так далее. Вот. Значит, что я еще одну тему маленькую хотел затронуть, да, значит, это тему, касающуюся следующей вещи. Значит, понятно, что торговая система – это классическая OLTP-система. Значит, система анализа – ОАП-система. Их много разновидностей, они развиваются, их много и так далее, и тому подобное. Вот. И, собственно говоря, вот здесь хотел бы остановиться на такой вещи. Я думаю, говорили мои коллеги до этого. Время, да? Да, я постараюсь быстро завершить. Что будет, если выполняется большой отчет в самой OLTP-системе? Понятно, вы знаете, что вообще-то любая СУБД накапливает статистику, так? Значит, часть наиболее востребованных данных хранятся в оперативной памяти. Если никто не дергает базу данных, все работают хорошо, всем весело, все замечательно, быстро, справки, отчеты и так далее. Как только запускают там N-пользователи огромные отчеты, что происходит, ломается статистика, память попадает лишней информацией, начинается усиленное обращение к винчестерам и так далее. Хотя, конечно же, SSD-диски сильно в последнее время стали помогать в этом деле, да, значит. Вот, собственно говоря, одна из технических причин, почему анализ надо уносить в другую систему, это банальная вещь, говорю, конечно, и так далее, но многие просто этого недопонимают. И когда наши же клиенты, мы им говорим, что надо ставить аналитическую систему, не надо насиловать торговую систему отчетами, тем более большими. Вот здесь есть элемент большого недопонимания, ну и ничего ж не поделаешь. Но, тем не менее, в торговой системе, я уже заканчиваю, даже более в ранних наших разработках, мы, ну, не обойтись самой торговой системой каких-то оперативных справок, отчетов и так далее, да. Мне надо взять остаток по поставщику, выкинуть в Excel и по почте кинуть ему. Это никакой не анализ, это нормальная работа и так далее. Поэтому в наших системах везде есть механизмы настройки форм представления информации, экспорта в Excel, снятие всевозможных справок и так далее. Вот это уже Fusion, то есть пользователь под себя в рамках предоставленного ему объема данных, не объема, а набора данных и функционала может настроить свои формы под себя, запомнить состояние табличной формы представления. И дальше вот такого класса, значит, формы, да, они напичканы нужной информацией, помните, я рассказал по свойству, агрегированные и так далее, а мы ими сами тоже пользуемся. И когда человек принимает решение о закупке товара оперативных, вот в этих колонках мы ему можем вывести всю нужную необходимую информацию для того, чтобы он работал. Более того, там она плохо видна, значит, менюшка под рукой всегда есть возможность посмотреть историю движения товара, историю там цен, резервы товара и так далее, расширенную информацию по товару и так далее. Естественно, вот внизу, жалко, у меня нет мышки, там есть механизмы фильтрации, отбора информации, экспорта там в Excel и в другие форматы. И таким образом можно строить самые разные, вообще говоря, отчеты и так далее. Кстати, веб-приложение подключаете, милости просим, вот здесь какой-то маршрут, есть у нас модули транспорта, да, значит, он интерпретирует, как там лучше ехать по городу Гробно, по-моему, и так далее. Вот здесь это вот тонкая граница, как ее прочувствовать, как найти и так далее. Но очевидно и понятно одно, что аналитические данные должны решать другие системы. Вот ClickView, вот такого класса с географией и так далее, и так далее. Здесь визуализация соответствующая, да, там больше технологическая система, вы это видели, там бедные интерфейсы и так далее. А вот здесь, как бы, действительно мы отдаем все, что необходимо. Значит, и, собственно говоря, наш опыт сотрудничества вместе с ClickView, здесь образцы каких-то отчетов, которые разрабатывались для некоторых наших клиентов и так далее. Вот это уже настоящая, как бы, интерпретация данных и так далее, значит. Ну и, собственно говоря, заканчиваю, я, похоже, перебрал немножко времени, извините, пожалуйста. Вот, да, это для компаний, которые, собственно говоря, хотят быть первыми, которые действительно обладают достаточно сильным менеджментом и централизованным управлением, которые компания, которые умеют оптимизировать свои статьи затрат. Вот, спасибо за внимание. Извините, что немножко задержал. АПЛОДИСМЕНТЫ